Куда исчезла горячая вода? Этот вопрос уже которую неделю волнует многих петропавловцев. По словам энергетиков, проблемы с горячим водоснабжением связаны с масштабной ремонтной компанией. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. На бензострое подключают новостройки, и из-за этого у нас отключили воду. Нам, естественно, неудобно. Мы греем воду на газе или электричество. Но вообще это неудобно, столько в такой объем воды нагреть, чтобы помыться, прийти с работы. Очень неудобно, что нет горячей воды. Маленький ребенок, ее не покупать, не постирать. И в квартире холодно. С подобной проблемой сегодня столкнулись жильцы порядка 100 многоэтажек Петропавловска. В чем причина неудобств горожан, мы попытались выяснить в управлении энергетики жилищно-коммунального хозяйства. Ситуацию прокомментировал глава ведомства Антон Федяев. В этом году идет масштабное новое строительство участков тепломагистрали. Участки от центрального теплораспределительного пункта до врезки в третью магистрали, это то, что питает микрорайон бензострой в береге. Участок первой магистрали, второй насосный. И дело в том, что вот эта первая магистраль, которая строится и расширяется, она в некоторых местах сопрягается со второй, и поэтому без отключения второй мы не можем делать первую. В ближайшее время гидроиспытания проведут на 15-й тепломагистрали. Тогда без горячего водоснабжения на время могут остаться жители 20-го микрорайона. Полностью завершить работы обещают к началу отопительного сезона. Частично магистрали будут включаться, будет тепло подаваться вот сейчас для ГВС в центральную часть города и потом на бензострой. Другие участки будут выводиться для гидропрессовки и для устранения дефектов, которые будут. Вообще все работы в сентябре будут завершены, потому что обычно у нас в конце сентября уже начинает подаваться отопительная нагрузка в учреждениях школьного образования, в школы, в учреждения здравоохранения, потом уже в жилой сектор. В общей сложности в этом году в Петропавловске будут капитально отремонтированы и построены 17,5 километров тепловых сетей. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Владимир Боровков. Новости МТРК.